Персонально ваш В отеле Гильвеца, где, естественно, распространяется журнал «Дилетант», к которому я проникся определенного рода нежностью. Да что вы говорите. Да, могу сказать честно. То есть до этого у меня особой нежности не было, но после того, как я посмотрел на читателей и на публику «Дилетант», а каким образом, да, мне просто показали результаты голосования по удивительно интересному вопросу. Но, насколько я знаю, это вы, Соломин, вы придумали этот опрос. Он уже краснеет, хватит. Да, да, да. О том, является ли библия экстремистской литературой. Ну, правильно. Судя по стилистике его текста, это как раз воцерковленность. Ну, и я хотел вас поправить. И кто победил, Леша? Не в юридическом смысле, потому что мы тут не призываем, естественно, запрещать ничего, а в общечеловеческом скорее. Вот Невзоров выступал с позицией, что это, безусловно, текст, содержащий в себе экстремистские признаки, так скажем. А другой наш эксперт, Роман Лункин, он говорит, что на все намного сложнее относиться так просто к этому нельзя. Просто, чтобы расставить, так сказать, все точки над «и». Нет, ну, а счет-то... Можно под любой экстремизм подвести оправдательную базу. Вас счет интересует? Да, счет меня интересует. На вашей стороне путинское большинство. 87%. 87%. Прекрасно. Нет, там ведь, когда пытаются говорить, что вот есть Библия, есть Евангелие, это глубочайшая богословская религиозная неграмотность, потому что в христианстве не два и не три Бога. Там один Бог. И этот один Бог под разными именами действует в разных книжках в соответствии с собственными представлениями о том, что надо делать. Все, поехали тогда. О, я с вами хотел поделиться. Я тут ехал, естественно, на эфир и был потрясен феерической картиной, которая сегодня наблюдается в Санкт-Петербурге. Всюду висят плакаты. На этих плакатах с непередаваемо тупыми физиономиями размещены так называемые кандидаты в депутаты. Ребят, чего там только? То есть, ну, понятно, что каждый из них ухитряется создать на своей физиономии некое державное выражение. Он каждый стремится показаться патриотом. Ну, патриот что такое в России? Это человек, который готов фальсифицировать мочу, историю, уголовные дела, результаты выборов и вообще все на свете. Но поражает отсутствие какой бы то ни было фантазии и хотя бы какой-то интеллектуальных, каких-то интеллектуальных признаков. То есть, креатива не хватает. То есть, надписи демонстрируют, что избираются люди до такой степени тупые, примитивные, унылые, которые ничего кроме двух правильных строчек, там, «Россия вперед!» или «Наш успех – это успех России!» или какой-нибудь еще другой такой же пресной билиберды выдавить... Слушайте, а вы уверены, что вот избиратели, которые... Не перебивайте! Я только хотел спросить, а избирателей, может, этого и достаточно? Вы знаете, дело не в этом. Я-то искал плакат, на котором было бы хоть на одном плакате, хоть под одним портретом, хоть одного кандидата была бы честно написана его цель. Вот если я увижу такой плакат, то я преодолею себя и схожу на выбор. Но я хочу посмотреть на плакат, где будет рожа кандидатов в депутаты, и будет написано «Ребята, хочу 800 тысяч зарплаты, хочу неприкосновенность, хочу 4 года тусить в Москве за ваш счет и быть вашим начальником». Вот когда я увижу это честное признание, хотя бы от одного, то даже я пойду на выборы. Преодолевая рвотные какие-то рефлексы, да? Да. Страшно представить себе, что неужели опять вся страна пойдет в эту унылую, примитивную ловушку и опять будет голосовать за каких-то кандидатов в депутат. Потому что понятно, что Государственная Дума – это орган совершенно лишний. Мало того, что он очень дорогой, но ведь поймите, если мы правильным образом воспринимаем все равно власть как врага, власть как источник проблем и неприятностей, мы обязаны понимать, что никакое правительство просто не в состоянии придумать такую массу гадостей, которые придумывает Государственная Дума просто потому, что им надо… Их больше. Да, их очень много, да, и у них у каждого есть свои примитивные представления о том, как нужно где-то что-то сказать, чтобы засветиться в телевизоре, а для того, чтобы о них поговорили, но ведь эти все гадости потом приходятся на нас с вами. Александр Глебович, насчет текста, мне кажется, мы с Демарским тут совпали даже в вопросе. А вы уверены, что это кандидаты такие тупые? Может быть, это вы слишком умные, а кандидаты на своем языке обращаются к среднему российскому избирателю? Да, 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 абсолютно. Они знают, что нужно избирателю. Ну, я полагаю, что все, как всегда, очень дуалистично, да. И когда мы говорим про население, и когда мы говорим про покорные проценты, и особенно я люблю говорить о них так пренебрежительно, мы можем вспомнить феерический эффект шнура, да. Почему об этом говорю? Потому что я стал первым в России зрителем его нового клипа, который очень романтично и философично называется «Маленькие сиськи». Он приехал ко мне вечером и в своем, правда, громогласном телефончике это все показал. Вот я могу сказать, что он выступает в этом клипе как такой препаратор действительности. Мы имеем очередной оттиск подлинной физиономии нашего современника. Мы видим, что на самом деле волнует так называемых россиян, по крайней мере, женскую часть. Мне очень нравится эта форма глумления над так называемыми вечными ценностями. А вы не знаете, что Нуров-то сам пойдет на выборы? Супер изощренно. Мы не говорим с ним на такие идиотские темы. И я подозреваю, что это никому из нас просто в голову прийти не может, да. Я один раз в своей жизни голосовал и только потому, что я точно знал, за что я голосую. Мне был обещан грузовик «Дров» местным поселковым советом, если я приду на выборы. И я пошел, да, разумеется. Потому что я точно знал, что я голосую за грузовик «Дров». Но очень многие, я вас уверяю... Я вам хочу рассказать про клип. И клип, конечно, удивительным образом глумится над всеми этими ценностями. Каким образом он исследует современного человека, современную женщину и не обнаруживает в ней даже следа. Вот всей этой трескотни, всей этой демогогии, всех этих разговоров про духовность. Клип, конечно, фантастически блестящий, будет очень популярным. Я, когда смотрел, я капризничал и ныл. Мне тут, понимаешь ли, мало милиционера из Питерепить. Дайте мне побольше милиционера, он мне полюбился. Тут мне, значит, портретик какой-нибудь. Да и женщина, может быть, может быть, другая. Портретик как маленький. Но на все эти перфекционистские капризы мои, можно не обращать внимания, клип блестящий будет огромным событием. И все-таки, Александр Глебович... Да, по поводу избирателей и тех, какие тексты... Избиратель вечером, основная масса избирателей вечером, включает не клип шнура, а включает телевизор. Избиратель, вот я видел, там какой-то дяденька военный избирается с таким тоже непередаваемым, таким остекленевшим, таким мопсообразным патриотическим ликом. Он намекает на могущество России. И я понимаю, что, например, люди узнали про то, что сейчас ведется секретная разработка тайной ракеты под названием Урюпинск-2. Ну, это известно, конечно. Нет, действительно, фантастической силы, любой город, в который она попадает, неважно, это Нью-Йорк, Чикаго или Токио, становится Урюпинском. И никаких способов сопротивляться этому нет. Вот тут военно-военщина американская, вероятно, будет поставлена в тупик. И я вижу вот этот Урюпинск в глазах очередного кандидата в депутаты. Очень буду удивлен, если на выборы вообще кто-то придет. Ну, кстати говоря, вот вы говорите, патриотизм, патриотизм, ракеты хотят новые. Предпоследнее место по уровню отношения к науке России занимает в мире, да? Ну, неудивительно. Не забывайте, что у нас всюду порхает Гундяев. И этот Гундяев уже ухитрился наставить следы своих хлопок буквально на всем. В том числе и на науке. А Российская Академия Наук, которая представлена весьма и весьма робкими персонажами, как всегда кивает. И ее развал ее абсолютно заслужен. Она получила по заслугам, потому что она могла бы возглавить сопротивление вот этому мракобесию и бреду, который... А как сопротивляться? Ну, все показывают... Как сопротивляться, как я сопротивляюсь, как вы сопротивляетесь. Что, на баррикады стать? Нет, не на баррикады. Но когда люди открыто смеются над этим, то, поверьте, того же... Я же знаю, что от очень многих выпусков «Эхо Москвы» Гундяева трясет, как гнома на перфораторе. Буквально, потому что... Потому что, конечно, никто не представляет себе, что на эти темы можно так изощренно, так неподсудно и так аккуратно и вместе с тем так понятно объяснить. А Академия наук молчит в тряпочку. Но не говорили... Тем самым теряя... Нет, ну как сказать. Они... Посмотрите их внутреннюю прессу. Периодически они делятся мыслями. Вот там Гундяев посетил ядерный центр. А ученые разве должны обладать политической долей участия, что ли? Они же никогда, в общем, не занимаются своим делом и никогда... Они занимаются своим делом, да, потому что политическая власть должна понимать... Речь идет об их деле. Они потом в своих внутренних изданиях, в телефонных разговорах, они все хихикают, что вот приезжал Гундяев и заставил нас, значит, себя слушать полтора часа. Но это, знаете, как девки деревенские, которых изнасиловали, а они потом долго обсуждают, что у насильников писки маленькие и кривые, да, и вообще вот как-то насиловали не так. Тем не менее они пошли на это изнасилование. И сексуальный маньяк, говорит, не очень. Да, 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 да. Поэтому, что касается уровня избирателя, учитывая бешеный успех Шнура и учитывая бешеные успехи американских фильмов, учитывая, что, вероятно, очень многие вещи в России, на которые мы уже поставили клеймо проклятия, не являются такими уж проклятыми, вот не обижал бы я население так, как хотите... Кстати говоря, Гудяева заходила новый министр образования, Васильева. Да, новый министр уже... И они очень хорошо друг друга понимают. Да, конечно, новый министр получил уже полное одобрение, благословение и благоговейнейшее отношение со стороны так называемой РАЕН, да, Российской Академии Естественных Наук. Это притон для самых мрачных фантазеров типа Петрика, типа Гробового, там же Торсионные Поля, там же этот Левашов. То есть вот вся глупость, которая может быть собрана в одном месте, вот покойный академик Гинсбург, лауреат Нобелевской премии, он замечательно говорил, что РАЕН это откровенная липа, да. Но Гинсбург умел сказать прямо и сочно поставить точку в вопросе. Вот они уже сразу подползли к этой Васильевой. Понятно, что поддержка у нее будет весьма и весьма дурно пахнущая. Но будет. Но будет, конечно. Конечно, будет. Если немножко углубиться в то, что говорит госпожа Васильева уже на посту министра, а не по тем фразам, которые дергали из ее предыдущих выступлений. В частности, она сказала о том, что необходимо блокировать детям доступ в интернет. Вы, понятно, как относитесь к этому, но еще как родители скажите. Нет, ну, во-первых, я полагаю, что долг каждого нормального человека оградить своего ребенка от системы образования. И этой системе так называемого образования надо бить по рукам. Они должны понимать, что они обслуживающая структура. Такая же, как химчистка. Они не имеют права лезть к детям с ни с каким воспитанием. Они обязаны предоставить образовательные услуги и не более того. И никто не просит их, и никто не позволит им и не должен позволять своими номенклатурными потешными лапками лезть в детское воспитание и в детский характер. А они претендуют на это. И, разумеется, надо делать все для того, чтобы снижать влияние школы. Для того, чтобы дезавуировать и этих педагогов, и эту систему, и эти учебные программы. Конечно, надо не бояться. И лучше воспитывать в ребенке самостоятельность, критичность, жесткость и иронию, а не покорное желание следовать голосу государства. Очень часто этот голос государства, этого ребенка, привозят на ЖД вокзал в Грозный. И оставляют его там лежать под мелким снежком с навсегда разъянутым ртом. Но вы сейчас говорите о том, что не надо слушать министерство образования, и педагоги только предоставляют услуги, и все. Ну хорошо, вот вы лично как решали для детей, решаете вопрос с доступом в интернет? Вы сидите рядом, или полная свобода? Я вообще никому не имею права, чего бы то ни было указывать, в том числе и ребенку. Ну а как же, подождите, опасный контент. Ребенок может куда-нибудь на те страницы зайти и чем-то увлечется нехорошим. Ну, если он увлечется нехорошим, тогда мы будем это исправлять и объяснять, что это не слишком хорошее и, главное, не слишком нужное. Ну, согласитесь, ребенок, возможно, не захочется обсуждать с вами нечто найденное на просторах интернета. Он пойдет общаться со сверстниками, не обязательно с папой. В любом случае, он имеет право на свои собственные представления и на свое собственное понимание того, что есть что. Ну, и я объясняю, я не очень удачный пример, потому что я всегда всем все разрешаю. Ну, подождите, такой же подход, вот ребенок может спокойно в школе пробовать курить, пить, наркотики, не знаю, легкие, тяжелые. Ну, насчет курить, я сам начал курить в 7 лет. Ну, нечем гордиться, по-моему. В этом ничего страшного не вижу. Ну, как вам сказать, мы с вами на эту тему как-нибудь подискутируем. Покурим вместе. Нет, ну, Сашка у меня как бы и не пытался начинать курить, да и уговаривать курить. Я его тоже не буду, захочет будет курить, не захочет не будет. Но сейчас тренды другие. Хоть с папом станет, мне с папой все равно. Главное, чтобы ему было хорошо и чтобы это был его личный выбор. Хорошо, я не понял немножко тогда другую часть вот нашей беседы. А каким образом удастся родителям сегодня нивелировать воздействие школы? Ведь школы это то, что необходимо ребенку для дальнейшего продвижения, для поступления в ВУЗ и так далее. Ну, надо, по крайней мере, брать от школы то, что она может дать. То есть те знания, которые она дает, к сожалению, подмешивая в эти знания чудовищный процент невероятной ахинеи. Я уж не говорю про всю эту замшелую литературу, которую заставляют учить, про все эти выдумки и вранье про какую-то историю. Но вообще вот русская школа, она постепенно сползает в такой же глупый, примитивный, архаичный тоталитаризм, который вообще является трендом в сегодняшней России. Мы скоро станем уже Узбекистаном, да. Вот знаете эту историю с Каримовым, когда, судя по всему, товарищ Каримов еще не принял окончательного решения, жив он или мертв, да. И поэтому на эту тему просят не распространяться как узбекских журналистов, так и журналистов всего мира тоже. Вот пока товарищ Каримов не решит сам, то никакого мнения по этому поводу высказывать не разрешается. На секунду к школе вернусь. Я правильно понимаю, что школьная программа по литературе, например, это вот чушь, ахинея, это все неправильно? Это абсолютно ахинея. То есть, вероятно, есть какие-то любители этих всех словес, длинных романов, бессмысленных кринолинов и обсыпанных пудрой героев 19 века. Но все это не полезно. Запрещает этим заниматься. Я не могу сказать, что это полезно или не полезно. Наверняка есть любители этого дела, но для этого должно быть выделено какое-то факультативное, специальное время. Но вот это принуждение ко всем этим Балконским и ко всем этим Раскольниковым, это принуждение совершенно недопустимо и изначально является грубейшей ошибкой. Мало того, что это убивает, конечно. То есть, только точные науки? Ну, точные науки это то, что позволяет ориентироваться в этом мире относительно точно. Ну и, кроме всего прочего, в качестве развлечения дополнительного может быть для тех, кто хочет существовать эта литература. Я же не против этой литературы. Я считаю, что, да, чтение это пустая трата времени, но кто-то же считает и по-другому. И я просто против того, чтобы ее навязывали в качестве обязательного стандарта и обязательного блюда к и без того тяжелому и корявому школьному столу. Александр Глебович, а предложите свой список, на самом деле. Я подумал, я не знаю, может быть, он уже существует, но... Нет, ну книг, книг, книг хороших. Вот Невзоров рекомендует, 100 книг. Ну, это, по-моему, такая распространенная практика. Хорошо, я предложу, давайте это мы вот опять-таки выпросим. Виндиктов не обещал дать какое-то время для ответа на вопрос, но я думаю, что если я буду зачитывать эти 100 книг, начиная с Ньютона и продолжая Павловым, Пенфилдом и Анохиным и... Как раз вам сутки эфир надо выделить, да? Да, мне как раз понадобится... Ну, слушайте, я не знаю, мы можем договориться с Виндиктовым, чтобы приедет в Питер. Опубликовать список либо на сайтах Москвы, либо вот на Дилетанте Соломи здесь сидит. Хорошо, договорились. Вот, круто, спасибо. Договорились, вот так и работаю. И пойдем читать все. Список Невзорова. Да, и такой фильм можно сделать. Есть еще вопросы. Про Полтавченко. Про Полтавченко. Закончалось кресло или как? Я не могу, конечно, ручаться полностью и стопроцентно, но я вот пошарил, поковырялся сегодня там, где можно узнать реальный ответ. Вот там про эту всю историю никто ничего не знает и считают, что она целиком и полностью высосана из журналистского пальца. То есть мы имеем дело с очередным этим дигитальным минетом, который практикует отечественная журналистика и практикует всегда, в общем, достаточно успешно. Посмотрите, какую волну мы по этому поводу поднять удалось. Но пока история является чистым фейком. А чем Полтавченко хорош? Полтавченко бесконечно благородный человек. Вот может все плеваться в меня за эти слова, но то, что я знаю и то, каким я его знаю, все-таки поймите, братцы. Он сделал очень много в городе. Ведь мало кто заметил, что перестали воровать, да? Да, возможно, отсутствие воровать в Петербурге, я имею в виду чиновничество. Я не имею в виду какие-то случаи с зенитареной, где просто вовремя не были оторваны головы не чиновников, да, а совершенно других расхитителей. Но это как раз вот тот самый генерал-губернатор с очень хорошим прошлым, с моей точки зрения. Я знаю, что вы и здесь со мной не согласитесь, но мы обязаны, мы не обязаны соглашаться по всем пунктам абсолютно. Я только хотел... Предельно достойный человек. Я только хотел показать, что в статье, где речь идет о возможности отставки губернатора, помимо того, что там три источника разных, и это очень мало похоже на высосанный из пальцев фейк, но еще и там указано, что в случае увольнения губернатор, скорее всего, уйдет на новую высокую должность. То есть это не означает ликвидации Полтавченко из политического мира. Друзья мои, вы оперируете прессой, я оперирую тем, что мне, в общем, в той или иной степени известно. А на повышение ему стоит? Давайте посмотрим, кто из нас окажется прав. Не знаю. Вот я не умею решать уравнение с таким количеством неизвестных. А вот, знаете, Полтавченко, он, в общем-то, и не скрывает, да, от петербуржцев, да и не только от петербуржцев, ну, своей религиозности. Да, как вы сами понимаете, он чуждый мне, мировоззренческий человек. Да, он ездит, он ездит всегда, да, он сверху. Это для него очень важно, это видно. Он ухитряется. Как вы с ним... У нас есть проблема, он никогда не навязывает свою религиозность, и никогда эту религиозность не подмешивает к решению городских или государственных вопросов. Посмотрите внимательно. Если бы он хотел, то, вероятно, он мог бы собрать педагогов, собрать директоров школы, рявкнуть. И здесь было бы, как в Краснодарском крае, когда там 30-40% выбирают ОПК, да? Да, мы должны прерваться, Александр Ильич, простите. А в Петербурге выбрали 8%. Да, новости, и потом продолжим. Хотим задать всем вопрос, даже повесить такой плакат. А ты внес деньги на золотую медаль Иссенбаевой? А собирают деньги на золотую медаль Иссенбаевой? Да, конечно. А чего бы им тогда не скинуться и не построить новую Украину для Януковича, а? Но вообще, вы знаете, вот это все эти истории Иссенбаевой с растратой государственных средств на Х6 для каких-то прыгунов вверх и для каких-то плескающихся граждан, для собственного удовольствия. Вот я бы хотел здесь несколько сместить акценты и сообщить вам, напомнить вам, что абсолютно никак не отмеченным, никак не облагодетельствованным, не обласканным, не обдаренным остался, как Илья Кочергин, это мальчишка, который выиграл международную олимпиаду по физике. И вот поскольку всем на это наплевать... Я встаю. Да. Вот это тот случай, когда надо почтить хотя бы вставание. Считайте, что мы играем гимн. Да. У нас наши команды по информатике олимпиаду взяли, насколько мне известно, по математике олимпиаду взяли. Нет, там не только Кочергин, там три или четыре блестящих парня, и это действительно успех, и это действительно гордость, а на это никто, ни одна собака не обратила никакого внимания. Я уж не говорю про какие-нибудь Икс-шестые, да? Хотя бы Ладу бы взяли. А? Хотя бы Ладу бы взяли. Да хоть что-нибудь, да? Ну вот, по крайней мере, он должен знать, что... Я, например, им восхищен, черт побери. Ну подождите, может быть, просто это не та дисциплина, в которой можно вот так вот открыто восхищаться? Ну, я имею в виду... Физика? Чего? Нет, нет, ну как вы себе представляете, не знаю, в Соединенных Штатах будут чествовать своих каких-то победителей международных олимпиад? А я просто знаю, как их чествуют. Я знаю, как чествуют победители даже химических конкурсов, как чествуют людей, которые демонстрируют удивительные навыки препарации. Я знаю, какое почтение в Германии и в Италии проявляют к анатомам и к морфологам. Это я все знаю и все это вижу, потому что, в общем, иногда часть лавров достается совершенно незаслуженно, но все-таки мне, да? Ну, опять-таки, здесь поймите, ребята, вот этот чертов рок, вот когда я слышу в очередной раз про какого-нибудь Ивана Грозного и про необходимость установки ему памятника, мне, конечно же, смешно. Но я вам честно скажу, мне совершенно глубочайшим образом наплевать на то, сколько он убил людей. Мне абсолютно безразлично его жены, которые он топил в каких-то прудах, и его дети, которых он где-то убивал. Ну, в конце концов, бывает всякое, да? Но давайте прикинем, вот на год смерти Грозного, что представляла собой Россия, да, и что представлял собой мир? Вот мир уже был обладателем по меньшей мере тысячи томов по металловедению, механике, биологии, астрономии, по геологии, по палеонтологии. Уже появились Бернард Плесси, уже Фаллопий, уже Визалиус полностью кортировал мозг, уже Сильвиус выделил второй и четвертый черепные нервы. Уже, вот, скажем так, то, что я хорошо знаю, я имею в виду морфологию мозга, морфология мозга на день смерти, на год смерти Грозного в Европе была представлена с невероятной широтой и полнотой. Не забывайте, что уже открыт в Европе и малый, и большой круг кровообращения, что сделаны первые попытки подводной лодки и туалета со смывом. А у нас вот вши, блин, закорузлые, осклизлые от крови колы, и Господи помилуй, да? Ну вот скажите... Понятно, что это тяжелое наследие, оно не может не аукаться. Но Петр Первый, да, век спустя, начал как бы гонку эту, начал догонять. Это начал делать, так называемый, Лжедимитрий. Почему? Ну, это начал делать Лжедимитрий. Ну, все-таки Петр Первый завез в основном ремесла, да? Он, скажем так, осуществил все то, что хотел сделать Лжедимитрий. В этом не было никакой поразительной инновации. Ну, главное, что осуществили. Но, тем не менее, все равно, с тех пор, три века прошло, а мы, в какой уже, четыре, да? Мы никак не догоним. Мы никак не догоним, хотя по многим дисциплинам у нас был шанс и перегнать, и вписать в мировую науку множество русских имен. Но, тем не менее, мы видим, да, кому-то х-шестые, а кому-то полная безвестность, хотя этот кто-то, я имею в виду этого Кочергина, мальчишку, да, он значительно достойнее, чем вся олимпийская сборка. Ну, так у нас распределились просто тренды. Люди, то, что является популярным, попсовым таким, то идет в телевизор, а то, что не идет в телевизор, то может быть важным. И за этим, кстати, могут следить, потому что, я, насколько знаю, Министерство образования наше и поощряло, и какие-то будут, ну, естественно, я думаю, этим ребятам будут льготы при поступлении в ВУЗы, это обычная практика. Но об этом не говорят по телевизору. Вы знаете, когда я, когда вот вы меня спрашиваете про нового министра образования, я почему-то с нежностью вспоминаю Северную Корею. Там недавно расстреляли двух министров, причем не из чего-нибудь, а из зенитных пулеметов. Вот в упор. В упор, да. Причем я же, естественно, не кровожадная тварь какая-то. Мне, разумеется, никакого особого восторга я по этому поводу не испытываю. Хотя вот давайте вспомним Фрица Гайбера, да. Это был чудесный человек, который изобрел всякие боевые отравляющие газы. Именно благодаря ему Первая мировая война вот была полностью затянута всяким и притом, и другими мерзостями. И когда к нему пытались предъявить какие-то претензии нравственного характера, Гайбер замечательно отвечал, что, ну, коль скоро на воинах все равно умирают солдаты, то какая разница от чего именно, да. И вот здесь, коль скоро человек министр, то какая разница, из чего его расстреляли. Но Северная Корея как-то вот эти вот взаимоотношения с министрами ухитряется решать красиво и как-то вот не без оттенка некоторого шоу. Ну, слава богу, что мы так не делаем. Вы знаете, вы ввели интересную тему с Иваном Грозным. Ну, и как известно, после того, как он ушел от власти, скончался, авторитарный достаточно правитель, собравший русские земли во многом, началась в России смута, такой период долгого лихолетия. А сейчас в Твиттере, в социальных сетях есть очень такая живая дискуссия с участием разных журналистов о том, что будет в России после ухода Владимира Путина. И многие из участников этого переговорного процесса сошлись на мнение в том, что ничего хорошего после этого не случится, потому что в России может начаться настоящая гражданская война. Вот я хотел бы, если это возможно, вас попросить высказаться, вы на чьей стороне, какого лагеря? А я вообще не на чьей стороне, я ведь человек не русский. Участие в гражданской войне я могу принять, это вопрос цены. На чьей стороне? Ну, я посмотрю, какая сторона будет наиболее близка к победе. В конце концов, я ведь умею и менять стороны тоже, но я это делаю, скажем так, не так легкомысленно, как принято думать, потому что вот много ведь вопросов. И по поводу моего участия в Приднестровье, и по поводу моего участия в югославских делах. Я всегда имею в себе возможность честно спросить, Глебович, вот скажи мне, пожалуйста, твои действия в ту пору вели ли они к увеличению административной, хозяйственной, человеческой энтропии, к убийствам, к грабежам, к разбоям, к кошмарам? Да, конечно, вели. Но только я себе это говорю честно, и поэтому я поражаюсь на нынешнюю Россию, которая растит и пестует сепаратистские идеи. При огромной строгости отношения законодательства к сепаратизму как таковому, зачем-то Россия выращивает не только профессиональных сепаратистов в лице тех, кто прошел школу донбасского сепаратизма, но и выращивает идеологов сепаратизма, потому что постоянное восхищение, постоянная поддержка сепаратистов, раскалывающих соседнее единое государство, ведь поймите, сепаратизм, он же с легкостью переходит любые границы и переносится на любые почвы. Вот я думаю, что с учетом опыта, который Россия зачем-то, за каким-то чертом приобрела на Донбассе, то отношение к сепаратизму, которое воспиталось в России из-за поддержки донбасских уголовников, вероятно, может очень трагическим образом и обязательно отразиться трагическим образом на судьбе России уже после ухода Владимира Владимировича, а возможно и до него. Это очень опасные игры, и ведь по идее все то, что вытворяют каналы, любая поддержка Лугандона или соседней этой независимой республики должна была бы по идее жесточайшим образом пресекаться. Почему? Потому что сейчас Донбасс это инкубатор сепаратистских идей, а те, кто там, то что называется, воюют, они страшны тем, что они опыт легкости осуществления сепаратистских действий легко могут перенести сюда. И зачем-то Россия копает себе эту могилу Донбассской лопатой и закончится вот это все, я подозреваю, весьма и весьма плохо. И отрезает нас от цивилизованного мира. Это еще одно следствие, еще одно печальное следствие того же самого факта. Уточню, я хотел снова обратиться... Слушайте, а у вас, Владынин, это будет в дилетантских чтениях? Будет. Извини, Леша, извините, я хочу Марского выяснить, потому что... В октябре. В октябре будет, Юлька, да. Да, после возвращения, да. Да, вот я вот... А я у вас хотел выяснить, как-то мы сидим уже почти вся программа прошла, а по поведению у нас не было. По поведению у нас, к сожалению, довольно скудно сегодня с темпи. Сегодня покровительство лошадей. Есть только, да, но это вот то, что этому Флору и Лавру навязали какие-то ветеринарные функции. Поймите ведь, у нас вот есть там на днях какой-то Иоанн Рыльский, который вообще прославился только тем, что всю жизнь, как белочка, жил в дупле, да. В связи с этим он канонизирован, и в связи с этим его надо почему-то почитать. Но все остальные святые, они вообще абсолютно фантазийные. Не забывайте, что все эти рассказы, разговоры о мучениках, мучеников ранней христианской церкви, это абсолютно фейка. Потому что ведь римляне не преследовали за иную религиозность, да. А они воспринимали христиан того времени, как некое своеобразное ответвление от иудаизма. Они были, кстати говоря, такими. И поэтому каким-то образом преследовать за взгляды, за веру, ну, у древних римлян не было ни малейшего желания и ни малейшей потребности. К тому же мы знаем, что все так называемые надгробия так называемых мучеников христианских, Ведь как, вот видели там надгробие, там было написано «М», да. Сразу предполагалось, что это некий мученик, а на ней нарисован цепь или серп, или нож. А на самом деле эти могилы просто принадлежали ремесленникам, а совсем не тем, кто принял мученическую смерть от цепа. А это были могилы хлебопашцев, могилы мельников, могилы у забойщиков скота. Поэтому практически все, о чем мы здесь говорим, о так называемых мученических вопросах, они все, как правило, фейковые. Есть один вопрос, кстати говоря, от наших слушателей, который мне показался интересным. В нашем сообществе ВКонтакте, Эхо Москвы, Алла Качанарова спрашивает, Александр Глебович, вы считаете, что без государственной поддержки РПЦ быстро загнется? Но народ ведь явно не может жить без чудес, ритуалов, шествий и прочего. Не заменить ли официозную РПЦ язычеством? В каждом райцентре свой бог, он подчиняется областным богам и прочее. Народ сам будет выбирать шаманов, волхвов и креативно, и будет чем заняться людьми вместо диванных войн с Обамой. А бог будет называться губернатором? Ну, во-первых, есть для этих целей замечательное божество, ни к чему не обязывающее, под названием летающий макаронный монстр. И, поверьте, первые лица государства будут отлично смотреться в дуршлагах, стоя на мавзолее. Это им пойдет. И, учитывая демократический характер этого, я не поддерживаю его, поскольку это тоже религия, это тоже вера. Но вполне можно было бы сменить. Но вот если вы почитаете в СНОБе, я уже давно предлагал сменить существующую религию на гораздо более интересный культ богини Нут. Там отправление этого культа не требует километров парчи, не требует всех этих шествий и бесконечного золота. Там просто первые лица государства должны раз в год излить свое семя в магистральную реку. Это, по представлениям древних египтян, необыкновенно повышает достоинство национальной валюты, обещает плодородие. И легко себе представить, как это будет выглядеть. Вполне себе, даже очень патриотичненько, потому что если народ воспринимает одну ахинею, почему бы ему не воспринять какую-нибудь другую? Разврат может быть патриотичным? Все, что угодно может быть. Сегодня, я подозреваю, у настоящих патриотов разврат должен совершаться с трехцветным знаменем в руках, а рисовать друг на друге они могут даже двуглавых орлов. Вы мне сами рассказывали про Волочкову. Я не рассказывал, я сказал, что я увидел в интернете, что появились какие-то расценки на интимные услуги Волочковой. Но я полагаю, что балерина абсолютно вправе распоряжаться своим телом, и что и с ним делать. Делать ли фоэте, делать ли пиафы, или делать что-нибудь другое. Никто ее абсолютно не вправе за это осуждать, и тем более это обсуждать. Слушайте, вот Демарский объявил сегодня рубрику по поведению, да? У меня вопрос возник, а почему... Нет, по поведению в вашем изложении достаточно весело, забавно, остроумно. А почему нет в программе персональной вашей рубрики «Имама-ведение» абсолютно никакого-то... А приглашайте специалистов, потому что если я, например, очень хорошо знаю догматику, патристику, гомилетику, литургику, святоотеческие предания и писания, жития и все остальное, просто в силу своей биографии, то я про мусульманство могу вам только сказать не про саму религию, а прежде всего выставить счет, потому что, конечно, мусульмане являются нахлебниками, нахлебниками у всего цивилизованного мира. Это 23% населения, и за все эти годы они дали, ребята, вдумайтесь в эту цифру, только 2% нобелевских, только двух нобелевских лауреатов. И то в тех случаях, когда жители арабских стран выезжали, переезжали на постоянное проживание на Запад. Они издают 1% всей издающейся в мире литературы, из них, естественно, большинство книг религиозных. А может быть это сектанство? Они ничего не изобретают. Может это сектанство христиан? Что? Не давать Нобелевскую премию мусульманам, будем давать только сектанство. Да почему? Нет такого, дают кому угодно, но это действительно должно быть прорывное открытие, либо, по крайней мере, какая-то сумма соизвестных фактов. Нет, мы видим, что даже если я могу ошибиться, поправьте меня, пожалуйста, но я полагаю, что если, например, Израиль на 2007 год мог похвастаться, по-моему, 8 тысячами патентов технических изобретений, Корея, Южная, разумеется, 16 тысяч, то арабский мир весь целиком принес человечеству 300. Это несопоставимые цифры, конечно, они являются нахлебниками, конечно, это весьма... Арабский мир нам дал очень много наук, но я имею в виду древность. Он дал очень, поймите, он не сам дал, он ухитрился унаследовать от греческого и римского античного мира, сохранить в течение какого-то времени, а потом передать эти знания обратно, когда уже науки снова стали в почете в Европе. Как только воцарилось мусульманство, с науками было покончено. У нас время заканчивается, хорошо, что вы объяснили, потому что мне могло показать, знаете, такое расхожее мнение, что вот... Попробовали бы в мечети. Да, 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 вот примерно то же самое, но вот ваше объяснение не принимается. Нет, а я подозреваю, что найдется рано или поздно какой-нибудь специалист по исламу, который будет так же азартно и весело крушить это дело. Вообще, вот если бы все были умные, то занялись бы давно медресе и подумали бы, как воспитать там атеистов, как воспитать там дух свободолюбия, прежде всего для того, чтобы огромный мусульманский мир перестал бы быть нахлебником человечества. Спасибо большое. Персонально ваше с Александром Невзором.